Сочинение Евгения Боротынского Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для справок и помощи проекта, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Приложение Биографический очерк Часть шестая После долгих хлопот 8 февраля 1819 года Боротынскому удалось поступить на службу лейб-гвардии в егерский полк рядовым И вскоре после того он поселился вместе с бароном Дельвигом О совместной жизни поэтов-друзей, имевших сходные мягкие характеры Существует следующий стихотворный рассказ, ими же самими написанный Сноска Боротынский снимал квартиру в доме Кофешенко Ежевского Который знал в Гатчине отца поэта И рассказывал Боротынскому различные подробности и анекдоты о его жизни Конец сноски Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком Жил поэт Боротынский с Дельвигом, тоже поэтом Тихо жили они За квартиру платили немного В лавочку были должны Дома обедали редко Часто, когда покрывалось небо осеннюю тучей Шли они в дождик пешком В панталонах трикотовых тонких Руки, спрятав в карманы Перчаток они не имели Шли и твердили, шутя Какое в рассиянах чувство К 1818-19 годам Относится увлечение Боротынского Е. Гернгросс Но это увлечение, как и все почти увлечения Боротынского Не отличалось страстным характером И скорее походило на дружбу Как можно судить по следующему письму его к матери В котором он описывает Гернгросс Эта золотая женщина Она редко образована То есть она знает больше меня, как все говорят Она божественно играет на арфе Много читает, любит литературу И даже способна иметь собственное суждение Обо всех этих искусствах Мы рассуждаем с ней обо всем О дружбе, о любви, о любовных интригах Эпикуреизм, платонизм, стоицизм Все это подвергается разбору Я хожу к ней каждый день после обеда И между тем не скучаю Надо, однако, сознаться Что пока что она для меня божественная женщина Я склонен даже полюбить ее Но не пугайтесь за меня Я слишком глуп, чтобы сделать серьезную глупость Конец цитаты И на этот раз, как это бывало часто Разговоры о любви и дружбе с Гернгросс Пробудили в поэте не любовь, а одно волнение И начавшееся его увлечение и дружба Как можно думать, не были продолжительными И не оставили заметного следа в его душе Своими новыми друзьями Боротынский был увлечен в общую шумную жизнь Талантливой нашей литературной молодежи Переходившей от перов и веселья К грустным размышлениям От чувства к шалости К мечтам отважных дум И скрывавших безумной шалости Под легким покрывалом И ум возвышенный, и чувства Перы в честь поэзии Сменялись перами в честь любви А последние уступали свою очередь Вольнолюбивым банкетам На которых блистала незрелая Но резвая и искренняя Политическая острота И пожелание свободы Порабощенному народу На таких перах присутствовал и Боротынский И некоторое отражение их Мы находим в его поэме Перы Но эта шумная жизнь мало увлекала поэта И не захватывала его Политические увлечения Также были чужды Боротынскому Потому что всем своим воспитанием И семейными традициями Он был мало подготовлен К вопросам политики Существует, однако, предположение Что Боротынский Не вступая в тайные общества Во многом соглашался с ними И сочинял экспромты о свободе Но из этого круга любезных шалунов Мог вынести Боротынский мечту О необходимости уничтожения крепостного права Мечту, которую он лелеял В продолжении всей своей жизни Мягкий и чувствительный Сердечный в своих привязанностях Боротынский в общем оставался холоден К лобызаниям Фрин И воспевал их красы Более следуя принятым образцам Чем повинуясь сердечному влечению Совсем незначительную роль В молодости Боротынского Играют эти лобызания Фрин, Делий, Клемен, Хлой, Дафн И Тимир И сдержанность его представляется тем более удивительной Что с коронностей не чуждались в своих письмах И высоконравственные люди того времени Боротынский любил шумные перы Любил забывать на них свою грусть Но это редко удавалось ему И перы наводили на него чаще всего уныние Рассеивает грусть веселый шум перов Вчера за чашей круговою В семействе дружеском любезных шалунов Я уповал ожить душою Туман полуночный на холмы возлегал Шатры над озером дремали Лишь мы не знали сна И дружеский фиал с весельем буйным осушали Но что же Вне себя Я тщетно жить хотел Вино и вакха Мы хвалили Но я безрадостно С друзьями радость пел Восторги их мне чужды были Того не приобресть Что сердцем не дано Не вспыхнет жизнь В крови остылой Одну печаль свою Уныние одно Способен чувствовать унылый Сквозь эллигическую условность этого стихотворения Особенно заметную в последней строфе Чувствуется присутствие неотвязной мысли Боротынского Которая твердила Что ему не к лицу веселье Эртель, знавший поэта в детстве Так описывает его наружность В начале двадцатых годов Сноска Выписка из бумаг дяди Александра В русском альманахе На 1832 и 1833 годы Конец сноски Его бледное задумчивое лицо Оттененное черными волосами Как бы сквозь туман Горящий тихим пламенем взор Придавали ему нечто привлекательное И мечтательное Но легкая черта насмешливости Приятно украшала уста его Неизъяснимая прелесть Которую было проникнуто все существо его Отражалось и в его произведениях Эта неизъяснимая прелесть Боротынского Привлекала к нему всех И потому неудивительно Что и Пушкин, и Жуковский, и Дельвик И все, кто узнал Боротынского Полюбили молодого поэта Принужденного служить рядовым В искуплении своего детского проступка О котором в обществе ходили весьма дурные слухи Конец цитаты О том, что давала дружба с Боротынским Можно судить по следующему отрывку Из краткого его биографического очерка Набросанного И.В. Киреевским Говоря о поэтическом достоинстве стихов Боротынского Киреевский замечает, что Однако Они еще не вполне Выказывают тот мир изящного Который он носил в глубине души своей Рожденный для искреннего круга Семьи и друзей Необыкновенно чувствительный К сочувствию людей ему близких Боротынский охотный Глубоко высказывался в тихих Дружеских беседах И тем заглушал в себе потребность Выражаться для публики Излив свою душевную мысль в дружеском разговоре Живом, разнообразном Невыразимо увлекательном Исполненным счастливых слов И многозначительных мыслей Согретым теплотою чувства Проникнутым изяществом вкуса Умную, всегда уместную шуткою Дальновидностью тонких замечаний Поразительной оригинальностью мыслей И особенно поэзией внутренней жизни Боротынский часто довольствовался Живым сочувствием своего близкого круга Менее заботясь о возможных далеких читателях Оттого для тех, кто имел счастье его знать Прекрасные звуки его стихов Являются еще многозначительнее Как отголоски его внутренней жизни Конец цитаты Подобные отзывы о Боротынском Дают и другие друзья его Неудивительно поэтому Что Боротынскому тяжелее всего было расставаться Со своими петербургскими друзьями На долгие годы 4 января 1820 года Поэт, по представлению великого князя Николая Павловича Был произведен в унтер-офицеры Но не оставлен в Гавардии А переведен в пехотный Нейшлотский полк Расположенный в укреплениях Кюменя И его окрестностях Часть 7 Первые стихотворения Боротынского Напечатанные им в 1819 году в Петербурге Имели некоторый успех среди его друзей-писателей Но настоящая его поэтическая слава Начинается с поэм и элегий Созданных в Финляндии В которой ему пришлось пробыть более пяти лет Годы, проведенные Боротынским в Финляндии Совпали со временем с ссылки Пушкина на юг России И в его Псковскую деревню И годы изгнания имели одинаковое значение В жизни и в творчестве обоих поэтов Невольное уединение Хотя имело и свои отрицательные стороны Оказывало большое влияние на выработку Характеристических индивидуальных особенностей Творческой души Приучавшейся удерживать внимание долгих дум И настраивать на особый лад Лиру с чертами необщего выражения Большое значение имело также и то Что поэты жили вдали от столиц И что среди красот природы Раздавался звучнее голос лирный Природа питала живые творческие сны поэтов И положила на поэзию их свой отпечаток Удивительно при том, как судьба позаботилась создать своим избранным Обстановку, гармонировавшую с их внутренним миром В ту пору, когда Пушкину казались нужны Пустыни, волн края жемчужны И море шум, и груды скал И гордой девы идеал И безымянные страдания В ту пору, когда Пушкину были Новы все впечатления бытия И он всем существом воспринимал их И посылал им свои отзывы Как в калейдоскопе мелькали перед ним роскошные картины Кавказа, Крыма, Малороссии, Южных степей В то время, когда поэт почувствовал свою духовную и творческую зрелость И, ценя еще высоко красочность жизни, устремлялся к народному творчеству Богатая красками живописных озер, скатов и рощ И простой значительной поэзией полей низкой природы Псковская губерния как нельзя более гармонировала с его душевным строем И позже, в тридцатых годах Когда Пушкин не искал счастья вне себя В окружающем его мире И жаждал только спокойствия Этот покой ему давала Болдинская глушь О которой поэт с восторгом отзывался Что в ней грязь непролазная Эту гармонию природы и души И влияние природы на творческую душу поэта Необходимо постоянно иметь в виду при изучении творчества Пушкина Необходимо с ней считаться и при изучении творчества Боротынского В произведениях которого так полновесно значительно отразилась природа То, что мы говорили о гармонии природы и душевного мира у Пушкина Можно вполне применить и к Боротынскому Для музы которого наибольшее значение имела Финляндия С ее живописно-угрюмой природой Удивительно соответствовавшей его натуре После отъезда из Финляндии Боротынский писал своему другу Н.В. Путяте Приезжай, милый Путята Поговорим еще о Финляндии, где я пережил все, что было живого в моем сердце Ее живописные, хотя угрюмые горы, похожи на прежнюю судьбу мою Так же угрюмую, но, по крайней мере, довольно обильную в отличительных красках Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину Конец цитаты Финляндия питала творческие думы Боротынского и внушала поэтические сны Неудивительно поэтому, что поэт думал о ней всегда с признательностью и говорил Этот край был пестуном моей поэзии Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты Конец цитаты Наиболее полно отразилась природа Финляндии в финляндской поэме Эда, в Финляндии, в водопаде и в других произведениях Боротынского, а также в его письмах к матери Особенно много и часто говорит поэт о картинах «Отчизны непогоды» в первую половину своего пребывания в Финляндии В 1820-23 годах, так как в то время, как он писал Александре Федоровне Боротынской, он был почти наедине с природой, и она составляла его истинное общество Следует отличать два периода пребывания поэтов в Финляндии Первый – с 1820 по 1924 год И второй – с 1924 и 1925 годы Нишлотским полком командовал в то время полковник Георгий Васильевич Лутковский Старый знакомый и сосед по имению дяди поэта Адмирала, Б.А. Боротынского Он принял сердечное участие в своем новом подчиненном, унтер-офицере И старался облегчить положение поэта, попавшего в добровольную ссылку Боротынский скоро сошелся с ним, полюбил его простое сердце и доброжелательство к людям Поэт познакомился и с другими офицерами Нишлотского полка И особенно сблизился с ротным командиром к капитанам Коншиным К нему обратился Боротынский с тремя посланиями Желанным гостем был поэт и в немногочисленном женском обществе Из которого нам известны жена и племянница Лутковского и сестры Аргуновы Полк часто переезжал с места на место И Боротынскому приходилось жить то в Фридрихсгаме, то в Кюмене, то в Роченсальме О жизни поэта в это время можно судить по следующему отрывку из его письма к матери «Я веду жизнь очень сладкую, очень спокойную и очень размеренную Я работаю немного по утрам у себя, обедаю у полковника И обыкновенно провожу вечер у него за игрой в Бастон с дамами по копейке за фишку Правда, что я всегда проигрываю, но зато я галантен хотя бы для рассеяния Конец цитаты К этому надо прибавить и легкие увлечения Боротынского Игру в чувства с барышнями, о чем нам говорят листки из альбомчика А.В. Лутковской И строки в письме к Н.М. Коншину Но более всего предавался поэт творчеству И в звуках обретал высшую награду жизни за звуки и мечты Досуга у молодого унтер-офицера было достаточно И он заполнял его тем, что занимался немецким языком И проводил время в разговорах и мечтаниях с Коншиным Легкие увлечения и ласки церцей давали мало удовлетворения Боротынскому Хотя и развлекали его Он мечтал о верной и нежной подруге, которая заменила бы собою эти ласки И вместо слепого минутного упоения дала бы надежное, тихое счастье Шепчу я часто с умиленьем в тоске задумчивой моей Нельзя ли найти любви надежной? Нельзя ли найти подруги нежной? С кем мог бы в счастливой глуши Предаться неге безмятежной и чистым радостям души? В чье неизменное участие беспечно веровал бы я Случится ль ведра или ненастье на перепутье бытия? Где ж обреченная судьбою, на чьей груди я успокою мою усталую голову? И Боротынский верил, что тихий свет очей ее озарит его душу Жизнь Боротынского в Финляндии проходила тихо, но размеренно и полно И в бодром мажорном тоне описывает он ее в послании к Гнедичу Судьбу младенчески за строгость не веня И взяв с тебя пример, поэзию, ученье призвал я украшать мое уединение Леса угрюмые, громады мшистых гор, пришельца нового пугающий взор Свинцовых моря вод, безбрежная равнина Напев томительный протяжных песен Финна Недолго помню я в печальной стороне Печаль холодную вливали в душу мне Я победил ее и не убит неволей Еще я бытия владею лучшей долей Я мыслю, чувствую, для духа нет оков То вопрошаю я предания веков Паденья, славы, царств Читаю в них причины Наставлен давнюю превратностью судьбины Судьбе покорствовать учусь я моей То занят свойствами и нравами людей В их своевольные вникаю побужденья Слежу я сердце их, сокрытые движенья И разум отчет стараюсь в сердце дать То вдохновение, парнаса, благодать Мне душу радует восторгами своими На час обворожен, на час обманут ими Дышу свободно я И лиру взяв свою И дружбу, и любовь, и счастье пою Было бы, однако, ошибкой думать, что, пользуясь полнотой жизни И всеми благами бытия, Боротынский был безмятежно счастлив Угрюмая страна, пестун его поэзии Питала в нем безумие мрачных дум Часто нарушавших спокойное течение Его внутренней жизни Кроме того, Боротынский очень тяготился разлукою Со своими петербургскими друзьями Которых не могли ему заменить финляндские друзья И в том же послании Н.И. Гнедичу Вспоминая о русских Афинах Поэт говорил Ни вакховых перов, ни лобызаний Фрины В нескромной юности, нескромно петых мной Ни шумной суеты, прославленной толпой Лишенье тяжко мне в краю Где финну нищу Отчизна мертвая едва дарует пищу Нет, нет Мне тягостно отсутствие друзей И послание заканчивается Следующим воззванием к богам Которое поэт не раз повторял мысленно Свободу дайте мне Найду я счастье сам Вариант Отдайте мне друзей Найду я счастье сам Последний стих имеет два разночтения И эти разночтения указывают на то Чем более всего тяготился поэт в Финляндии И чего ему не доставало для личного счастья Но в то время как тягость разлуки с друзьями Умерялась в общем довольно частыми свиданиями Первое воззвание к богам Свободу дайте мне Начинало звучать все более и более безнадежно Так как все хлопоты и представления Которые делались государю о Боротынском Оставались без всяких последствий Поэт уставал надеяться И в декабре 1823 года писал Жуковскому Вы знаете, как неуспешны были все представления Делаемые обо мне моим начальством Из году в год меня представляли Из года в год напрасная надежда На скорое прощение меня поддерживала Но теперь, признаюсь вам Я начинаю приходить в отчаяние Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет Меня тяготит противоречение моего положения Я не принадлежу ни к какому сословию Хотя имею какое-то звание Ничьи надежды, ничьи наслаждения Рождение мне неприличны Я должен ожидать в бездействии По крайней мере душевном Перемены судьбы моей Ожидать, может быть, еще новые годы Не смею подать в отставку Хотя, вступив в службу по собственной воле Должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится Но такую решимость могут принять за своевольство Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи Должно сносить терпеливо заслуженное несчастье Не спорю Но оно превосходит мои силы И я начинаю чевствовать, что продолжительность его не только убила мою душу Но даже ослабила разум Конец цитаты Из этого письма можно вывести заключение о том, как Боротынский тяготился цепями, наложенными на него судьбой И потому его восклицание «Свободу дайте мне» нельзя признать за риторическое Следует, однако, принять во внимание, что это письмо Боротынский писал после четырех лет жизни в укреплениях Кюменя Жизни, которая начинала утомлять его своим однообразием А также и то, что поэт имел целью смягчить мягкое сердце Жуковского и подвигнуть его к новым хлопотам Кроме того, Боротынский писал Жуковскому по поручению последнего И мог думать, что это письмо будет в руках ни одного Жуковского, как и оказалось в действительности Оговорки эти необходимы, потому что иначе можно впасть в другую крайность И забыв то положительное, что имело для Боротынского его пребывания в Финляндии Сгустить мрачные краски и принять тягостное чувство отсутствия свободы За единственное чувство, владевшее душой поэта Это чувство было сильным, и часто поэт смотрел на все под углом зрения его Но оно не исключало и многого другого Что делало порой жизнь поэта отрадной И заставляло впоследствии вспоминать о годах, проведенных им в Финляндии Как о лучших годах жизни Конец седьмой части Читал Марк Чульский, Массачусетс Читал Марк Чульский, Массачусетс